здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем изучать послание к евреям сегодня 23 января и наша тема на этой неделе это иисус податель покоя и сегодняшняя тема называется земля как место отдыха и так палестина называется землей обетованной почему обетованная означает обещанное кто и кому что обещал бытие 15 глава с 13 стиха содержит завет бога с авраамом и в ходе этого завета господь обещал аврааму что его потомки будут пришельцами в земле не своей и поработят их и будут угнетать их 400 лет но я произведу суд над народом говорит господь у которого они будут в порабощении после сего они выйдут с большим имуществом и дальше говорится что господь этому народу даст хананскую землю землю сию от реки египетской до великой реки реки ефрата и перечисляются народы чьи земли господь даст израилю и так поэтому эта земля называлась землей обетованной как господь исполнил это обетование иисуса навина 11 23 написано таким образом взял иисус всю землю как говорил господь моисею и отдал ее иисусу иисусу навину имеется ввиду в удел израильтянам по разделению между коленами их и успокоилась земля от войны ключевые слова успокоилась земля от войны покой земля обетованная означало покой покой от врагов покой от беспокойства хлебе насущном потому что земля это будет благословенная она будет как господь и описывает что в ней течет молоко и мед то есть продуктами она полна растительность в ней пышно цветет и растет и деревья дают плоды земля произвращает злаки все будет замечательно и скот будет плодиться размножаться и у израильтян не будет недостатка ни в чем такого было обещание божье и господь готов был исполнить это обещание и свою часть он выполнил он дал израильтянам эту землю они вошли в нее господь дал повеление чтобы они очистили эту землю от присутствия иноплеменников от язычников от языческого служения и долопоклонства и господь говорит вот второзаконие 12 глава с 1 стиха это моисей передает божьи слова вот постановление законы которые вы должны стараться исполнять земле которые господь бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни которые вы будете жить на той земле истребите все места где народы которыми вы овладеете служили богам своим на высоких горах и на холмах и под всяким ветвистым деревом и разрушите жертвенники их и сокрушите столбы их и сожгите огнем в рощи их и разбейте истуканы богов их и истребите имя их от места сего не то должны вы делать для господа бога вашего и дальше говорится что поклонение богу должно быть только в одном месте которое изберет назначит господь а идолопоклонства не должно быть никакого таков был замысел божий интересно что вот это обретение покоя в земле обетованное но увязывается еще с одним фактом обстоятельством и в книге исход 20 главе с 8 стиха в книге второзакония в 5 главе с 12 стиха говорится о заповеди заповеди покоя заповеди о субботе эти две заповеди увязывают два великих события исход 20 глава говорит о сотворении мира и что евреи должны соблюдать субботний день в память о том что бог сотворил весь наш мир воспоминание об этом авторозакония 5 глава говорит о том что израильтяне должны соблюдать субботний день в воспоминании о том что когда-то они были рабами но господь освободил их и теперь они имеют право целый день покоится и не работать никто их не заставляет трудиться и таким образом сотворение мира и искупление исход из египта и освобождение у евреев увязались воедино в духовном смысле это все касается и нас сегодня мы также должны вспоминать о том что бог создал весь этот мир и мы также должны вспоминать что бог даровал нам свободу от рабского труда и когда мы в субботу покоимся то тем самым мы подтверждаем что мы сотворены богом что по замыслу божьему мы созданы прежде всего для общения с богом а не для суеты и круговорота постоянных дел и во-вторых это заповедь заповедь о субботе касается также и вопроса спасения эта заповедь напоминает нам что и в вопросе спасения также от нас от наших дел от наших усилий ничего не зависит что все делает господь суббота это день когда мы расслабляемся отдаемся в руки божьи и признаем что только господь совершает нашей жизни все благое все доброе и даже наше спасение полностью совершает в нас господь нам же нужно просто благодарно принимать этот дар божий пусть господь благословит нас помнить об этом и особенно когда мы соблюдаем день субботний пусть господь благословит нас всегда отдыхать и покоиться в его руках помни о том что наше спасение это то что совершает он а не то что делаем мы отец наш небесный благодарим тебя за то что ты совершил спасение наше на голгофском кресте ты дал нам полностью избавление спасение искупление и мы благодарны что ты сотворивший нас ты также и приобрел нас в иисусе христе и восстанавливаешь нас образ твой господи что это дело твое они наши мы молим тебя чтобы ты даровал нам этот покой доверия тебе в нашей практической повседневной жизни а тебе да будет слава во имя господа иисуса христа аминь что ж друзья мы благодарим вас что вы продолжаете изучать послание к евреям вместе с нами благословенного дня вам и мы прощаемся с вами до завтра